Снова здорова, дамы и господа, на связи Роман и канал Фрисенгеймс, мы продолжаем с вами Ведьмачка. Да, серия выходит поздно, ну уж извини, как получилось. Есть ещё у нас мысль такая интересная, я немного подкачаюсь по уровню. У нас сейчас с тобой 22-й, 22-й уровень, давай мы сейчас посмотрим не умение, а задание персонажа, охота за сокровищами. Так, 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 допустим, Ведьмачьи заказы. Просто я думаю, знаешь что сделать? Скажи мне, я тебе скажу, мы докачиваемся до 23-го уровня, берём новый комплект кота и отправляемся в Новиград. А именно, вот сюда, вот сюда в Новиград отправляемся и на стриме, в прямом эфире, будем проходить все знаки вопроса. Вот примерно так, потому что отдельно серию под это делать, под знаки вопроса, это не одна серия получится, это получится Хиролеон серий. Стрим делать по сюжету тоже немножко неудобно, а вот если по вопросам, например, делать стрим, то я думаю, что это будет наоборот самое интересное, поэтому если тебе нравится такая идея, то обязательно пиши об этом в комментариях. Ну а мы продолжим. Нам надо у нас что? Доп-задание. Доп-задание, чёрная жемчужина. А, ну это обратно, это обратно, я не пойду. Ну и вон нахер. Скачки я не пойду, это я не пойду, остаётся только мастер-бронник. Уиндвики, уиндвик, 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 это где? Ух, ёбушка-воробушка. Но это нам нужна лодка, лодка у нас, слава богу, тут есть, мы быстренько на лодку и быстренько туда с тобой, естественно, поскачем, побежали, почему бы и не побежать, не прокатиться, не посмотреть, что нас там ожидает вообще, в принципе. Ну это тоже, кстати, квест, если что, новиградский, но я думаю, что мы с ним справимся, а в Новиград отправимся когда-нибудь потом, пока мы тут по Скеллиге походим туда-сюда, тем более говорят, что на Скеллиге мы застряли надолго. Ну, не знаю, будем посмотреть, всё-таки вам виднее, вы уже играли, вы уже проходили, а я ещё нет. Кстати, многие говорили, что типа обновлённая версия Ведьмака выходит, там с RTX, вот эта вот всякая хуйня. Да, я не буду перепроходить обновлённую версию Ведьмака, я просто-напросто не вижу в этом никакого смысла. Возможно... А ты будешь сегодня плыть? Так, ладно. Возможно, она будет красивее, да, но от этого игра не поменяется, хотя говорили, что там добавят какие-то новые миссии, но я сомневаюсь, что это будут сценарные новые миссии, скорее всего, это будут какие-то доп-задания, возможно, Ведьмачьи заказы. То есть, не знаю, посмотрим. По факту будем смотреть уже тогда, когда всё-таки это выйдет. Всё дело... Ебать, это что? Это кит? Хрена, он здоровый. Я, знаешь, почему удивился? Не из-за того, что он там большой или это редкость какая-то? Нет. А к тому, что он слишком близко к берегу. Его здоровенная туша здесь не должна поместиться, не может быть слишком близко к берегу, такой большой глубины, чтобы ему было здесь комфортно. Немножко... Немножко нисходняк у меня в голове, но да ладно. Всё-таки это фантастический мир, к нему докапываться не имеет никакого смысла, да и зачем? Зачем к чему-то хорошему доебываться, правильно? Правильно, я так же думаю. Знак вопроса у нас здесь имеется? У нас здесь имеется... Подожди, стой. А, это сундук. Это сундук, мы его заберём. Я думаю, что мы по такому же принципу, то есть если у нас стримчанский будет по сборам знака вопроса на Новиграде, то я думаю, по скеллиге мы тоже будем отдельно делать стрим. И собирать уже различные знаки вопроса. И туда-сюда. Там можно поболтать спокойно, там можно спокойно, не спеша проходить. То есть, ну, не знаю, мне кажется, что знаки вопроса для стрима самое то. Но никак не сюжетка. Ух ты, здрасте. Погоди, куда я заплыл? Ёптель. Ага. Так, здесь мы походу не проплывём, да? Нет, здесь мы не проплывём. Иди, ти же, пассатижа. Понятно. Ладно. Ох. Привет. Видал? Во-первых, меня там ждёт новая лодка, но это неудивительно. А чё за конь? Лошадь. Но при этом никого нет. Интересно. Так, здрасте. Поехали. Поплыли, поехали. Та лодка уже в любом случае у нас разбита, покоцана. Возьмём новенькую. Одну очку адреналина дали? Это типа мы вступили в бой, да? Ну, я не буду с ними драться. Неинтересны они мне. Погоди, а как тут вообще по морям-то? А-а-а-а. О-о-о. Погоди, надо попробовать вот здесь вот проплыть. Если мы там не проплываем, значит мы не проплываем, а нам придётся весь остров целиком уплывать. Охреново. Надо было сразу морской путь посмотреть. Чего-то я протупил. Ну, по идее, здесь мы должны пройти. Если нам никакой пиксель не помешает. Да ты гонишь, что ли? Да здесь можно пройти. Здесь место вагон и маленькая тележка. Ну, понятно. Специально сделали, чтобы мы здесь не могли пройти, проплыть, проехать. Блин, хреново. Значит придётся вокруг. Ну, ладно. Потратим в первый раз немножко больше времени. В любом случае, там будет быстрое перемещение. Это кто? Мятежники. Окей. А в любом случае, там будет быстрое перемещение. Он же быстрый переход. Поэтому один разок можно будет прокатиться. Так, маяк. Всегда, когда вижу маяк, сразу вспоминаю Трис. Хе-хе-хе. Не знаю почему, но... Остались тёплые воспоминания. У ведьмоката уж точно. Здесь мы тоже, скорее всего, с тобой не пройдём. Давай карту откроем, посмотрим. Не, не пройдём. Ну всё, значит, никак у нас с тобой не получается. Да хватит там это... Сигнализировать мне. Тогда ладно. Морское приключение. Большое морское приключение. Притом, плыть нам реально далеко. 1740 метров. Я не знаю, как там в морских милях оно измеряется. Потому что, подожди, морская миль... Да, правильно, морская миля, если я не путаю ничего. Скорость в узлах измеряется, а расстояние в морских милях. Как она на пешее переводится? Не знаю, не ходил никогда в море, на корабле. Поэтому, не знаю, не скажу. Ну всё, мы хотя бы у острова плыли. Теперь, в принципе, можем чисто по прямой пилить. Привет, птички-рыбки. А, с этой стороны, кстати, тоже лодка была. Можно было просто перейти и сесть в лодку. Ну, блин. Ладно. Они мне могут, кстати, лодку сломать? Не, они, наоборот, в воду ныряют. Там у нас бочки с сокровищем, контрабанда. Ещё одни бочки с сокровищем, тоже, видимо, контрабанда. Хорошо, допустим. Обязательно сходим, заберём. Ты не переживай, я не то чтобы спешу куда-то. У нас времени с тобой, чтобы ты понимал, на Ведьмака до 19 ноября. То есть, Киберпанк выходит у нас только 19 ноября. Поэтому времени у нас, в принципе, достаточно-таки много. Плюсы мы можем параллельно снимать и Ведьмака, и Киберпанк. Но хотелось бы Ведьмака, конечно, к тому времени закончить. Говорят, что там ещё дополнений на хириллион часов. Вот. Но будем посмотреть, не знаю. Постараемся в любом случае всё проходить. Ещё километр. Пипец. Ну, это острова. Тут ничего не поделаешь. Разыскать кузнечные инструменты на Уиндвике. А что оно... Подожди. А это с Новиграда? Это же не с Новиграда, это, по-моему, вообще с Велена. Мастер-Бронник, он же вроде в Велине был. И при том, мне в комментариях написали, что Мастер-Бронник-то это не этот гном, у которого мы брали задание. А женщина, которая рядом с ним стояла, типа она кузнец. А ещё я в комментариях прочитал, что на Скеллиге тоже есть отличный парниша, который делает бронё и оружие. То есть, отличный кузнец есть. Мы будем посмотреть, будем изучать, будем находить его. Потому что у нас 22 уровень. Если сегодня мы с тобой красиво сделаем и получим много опыта, то мы сделаем себе 23 уровень и пойдём уже за новыми доспехами Школы Кота. За улучшенными. 600 метров. Как я понимаю, мне туда куда-то в горы, нет? Что? 90 опыта, вот просто так, ни за что. Не, ну приятно, конечно. А вы же денег дадите? А то на 4500 вы меня уже кинули один разок. Никогда это не забуду. Здрасте. А чё-то здесь не особо-то людно. Чё-то здесь особо-то вообще никого нет. Давай-ка я квен включу. Мне как-то тут ссыкотно. Блин, вообще никого. Ага. Погоди, а мне куда? А. Ну это ебантей, да? Это я ебантей. А как мне туда пройти? Это мне надо налево. Там где-то будет дорога. Ну подожди налево. А ты зачем? А, ты выжил? Так, допустим. Странно, кстати, что он выжил. Я думал, помрёт. Седовласка наша. Так, ладушки. Тогда цветульку заберём. Каприофиль. Или каприофиль. Погоди, что-то я вообще заблудился. А, 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 а как? Хотя, в принципе, там можно по дальнему пути пройти. Иди сюда. Ну-ка, животное, поехали. Уиндвиг. Какой-то мёртвый остров. Крики какие-то страшные на самом деле. Не очень-то они мне нравятся. Не эйкай. Нормально всё. Главное не ссы. У меня на ту сторону разлома перейти. А, ну вот так вот, собственно говоря, мы и переходим. Давай, давай. Давай, давай. Так, есть. Блин, тут прикольно, офигеть. Очень атмосферно. Так, здравствуйте. У нас иней на бороде? Серьёзно? Мне показалось, что небольшие льдинки на бороде. Ебак, корабль-призрак. Ух ты, здрасте. О-о-о. Это чё за хер? Циклоп? Хм. Так, он их подкармливает, но это я понял. Опа-опа, учуя у нас. Бля, ведьмак, ты ж не мылся всё это время. Ну, конечно, тебе воняет. Тебя любая собака учует за километр. Бля, тут так-то палево на острове. Ну, мне нравится. Мне нравится, это прикольно. Ледяной великан. Хорошо. Время возвращаться домой. Это кто сказал? Бля, я не могу. Это кто? Вот. коченеют грудь болит так что мне пора в мой дом родной дом покрытый дерном и корой здесь тащили носилки кто это поет серьезно следы великана хочу кто это поет иди сюда так погоди мне каким образом то туда пробраться прямо по дорожке хорошо ты слышишь сюда идешь так блин я всех его домашних животных перебил ох отомстит он не походу ой ремонтный набор качественно так он туда пошел но если он туда пошел мне туда значит вообще не надо идти ну его нахер так там что много кого кого-то там много ну ка коза коза дериза здрасте это что такое он сражался босиком сирены застали их врасплох столько рано должно быть он долго продержался а про этого ничего не расскажет застали вычеловек но не отвечая лодку к северу нужно смотреть следы вокруг лагеря здесь были двое порознь эти следы более давний кто-то ушел из лагеря до нападения это мы уже что-то другое походу расследуем допустим не ну интересно же кто это он попал прямо на накер но завалил его на суровая в острове тянь жизнь и не говори грибочки не вернулся чтобы собрать стрелы он шел в ту сторону смысле не понял не он сюда шел вот он где идет но он пошел брат братишка ты куда накер и задержали погоню ага еще след да вижу мы вообще-то так-то искали кузнечные инструменты если что ой быстрый переход отлично интересно почему лучник так хотел его убить не ебу он делался ты мне ответишь на этот вопрос здесь он получил первую стрелу но побежал дальше а он это кто он шел дальше уже шатался он шел дальше уже шатал я с первого раза понимаю он потерял столько крови думаю далеко не ушел да ни хрена себе он тут весь остров уже прошел он потерял столько крови думаю далеко не ушел нет ты уже говорил здесь наверное то же самое скажет как и здесь и здесь опа здрасте пришел тут он получил вторую стрелу она то его и добила а куда делся лучник глубоко в душе не ебу предметы для задания это должно быть один из людей хелма роли затащили его в пещеру может он еще жив но это вряд ли лучник тоже был ранен не ну пойдем посмотрим почему бы и нет если мы осилим конечно по уровню вполне вероятно что нет не пошли сначала сюда там есть чего там нет ничего блин прикольно а понятно тупенский обидно я думал найдем что-нибудь но нет ладно пошли пошли так теперь сюда ухты здрасте для этих троллей все все мечи переломаю да ты заебешь ай больно ну допустим до бы бестиарий игры ледяной тролль что против него работают квен масло против фограф ну это логично так 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 погоди рим комплект сделаем пошли сюда прогуляемся здесь у нас нет у нас это следы то есть это задание выполняется пошли сначала в другую сторону просто разведаем обстановку здесь выход ой нет братишка ты как кстати понятно ты по ходу не горишь да у ебать это как спокойно да вообще тварь а почему я застрял то минус еще один так есть поехали сюда тупенский хорошо давай поедим что-нибудь а у нас же где-то ласточка было вот она ласточка ну теперь пойдем по следам следы сюда значит я сюда не нахуй тебя с тобой я не хочу дружить ты мне не нравишься мы случайно какое-то задание начали выполнять там что-то варится варится так лучник варится что еще тут может вариться так это еще один выход погоди мне надо сюда офигеть пацаны здорово как лучник на вкус так меня спалили по ходу готовить он еще не готов мне нужен этот человек ну давайте сыграем на него значит загадки любите но давайте сыграем на человека если я выиграю заберу его собой а если проиграю сам прыгну в котел это дурак что ли я там загадки не не булькай первая загадка много ест и много пьет ебать я ходит он большой и бьет погоди часы нет кит тролль много есть и много пьет ходит он большой и бьет кит не умеет ходить остается только тролль тролль ясное дело хорошо тролль пусть говорит свою загадку пусть легким бываю я словно перо быть долго и троллю со мной нелегко чего да я сам нихера не понял ты охуел уговор был глупые загадки чего у вас мозг конечно я думаю в атаку пойдут на мир попробую ну попробуй пойдем отсюда что если нет то в котел полезешь обратно это все до чего вы дадут в принципе я по большому счету вообще ни до чего не додумался поэтому порядке пись пись тоже вариант я теперь в жизни в баню не пойду ой да ладно а в остальном порядок ты спас меня как тебя отблагодарить не знаю рассказам например что ты делаешь на ундвике я отправился с ялмаром анкрайтом убивать ледяного великана мы собирались отсечь ему башку отбить остров снискать славу и и что-то пошло не так да пись пись я понятия не имею где остальные из тех кто выжил угу расскажи мне о вашем походе началось все как лучших сагах с порядочного шторма парус мотало как кусок тряпки потом когда мы уже берег видели нас окружили сирены будто поджидали мы бы с ними справились как-нибудь но вот корм чей корабль разбился о скалы и что потом несколько человек погибло раненых пришлось вытаскивать на носилках а сирены не отставали ялмар трубил в рог но мы подошли слишком близко к склону и на нас сошла лавина о лавина это хуё редкое невезение и что потом мы добрались до этого безумца с кораблем и в конце концов разбили лагерь у стражевой башни на минуту показалось что все обошлось угу почему ты оказался один во время ночной стражи я увидел как эгнорс фарер стащил у хьялмара рог хорнвала которым мы сирен отпугиваем и выбирается из лагеря вот я и пошел за ним не знаю что взбрело в его рыжую башку тысячу раз говорил хьялмару не брать его с собой ну и что удалось тебе его догнать да в тех пещерах паршивец поднял такой виск что накликал троллей я думал что меня сразу сожрут но меня сначала посадили в маринад сегодня решили что уже пора тут бы мне конец и пришел если бы не ты ты знаешь где хьялмар собирался искать великана говорят у него логово в пещерах над деревней хьялмар решил что туда лучше всего попасть по озеру виги помешанный говорил мол есть дорога получше через шахту но никто не хотел соваться в лапы чудищем логично я уже узнал все что хотел прощай подожди я пойду с тобой на счастье тролли не пустили мой лук на растопку а нахер ты мне нужен хорошо идем в смысле идем в смысле идем в смысле идем а ничего что как бы я вообще в другую сторону мне как бы на великана насрать я иду вот вот сюда по этой дороге и как бы мне плевать что куда-то и где-то там хочешь и вообще сейчас на коне поеду а если этот тупой конь до меня дойдет когда-нибудь конина ну два быстрее мой плотва ёпта ты пешочком ты пешочком так погоди это получается по этой дороге налево ты как быстрый твои проблемы я тебя знаю что с собой в принципе не звал мне насрать на тебя я на тебя не рассчитывал у меня нет для тебя ни еды ни питья ничего да нормально давай быстрее еще правее ну все я понял плохо у меня с навигацией с картографией с определением пути и всего остального ну фолан как бы ты меня прости не знаю зачем ты мне нужен но ты мне не нужен у по тихо спокойно мишка красиво зарубал где-то он потерялся наш фолан так они найдите я ветер беспокоен медведь с размером с автобусе они беспокоят ветер беспокоит и бать ведьмак ты конечно хороший человек ничего про тебя не скажешь ага дали очку адреналина то есть кто-то я сам боюсь пипец шевелись в смысле не понял так не бать ты уже тут а ну я здесь подняться могу я думал не поднимется ты 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 погоди дорога же вот она нет ооо а здорово ах ты ж тварь ебаная где а нифига себе поддержка допустим допустим иди сюда да хорош там своими камнями кидаться просто выходи сюда на честном бою и все блять ага да как они запарили меня со своими вот этими оборонительными стойками а а это должно быть та самая кузня еще инструменты давай отойди нахер вот это наверное первоклассники кузнечные инструменты но все в орнаменте должно быть о них иоанна и говорила так не ну я нашел получается да а а какой я меч нашел вот этот неинтересно а давай еще здесь посмотрим потому что я не знаю когда мы в следующий раз сюда придем придем ли вообще принести инструменты феер гусу блин не ну я сегодня не пойду к нему закрыто нужен ключ бля где мне ключ брать о о это чё о боги там человек двадцать но хялмара нет надо продолжать поиски он должен был пройти где-то здесь здрасте это кто а у меня есть хоть какое-то задание то какое задание сейчас у нас идет поговорить с травником о о о о о да я поговорить с ним окон на серьезного где у меня нет этого задания что за херня либо я его не вижу либо у меня его реально нет а как мы его тогда выполняем неинтересно неинтересно так погоди он ушел в другую сторону опа здрасте уголь уголь в о так это херня как бы работает но вову тихо 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 спокойно queen 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 пизда только я потратил все очки адреналина и он нанес мне последний удар ну это ж надо быть такой собакой дикой черт паскуда тварина так 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 погоди а штука как я набрел на это задание где я его взял где мне его отслеживать она мне засчитается потом или где интересно я конечно может его где-то просмотрел я не могу ничего это гарантировать не успел увернуться прикинь у меня ее тихо 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 сейчас рванет есть блин потрошители сложные чуваки так сложные чуваки мы же уровень сложности поднимали конечно меня теперь идут все сложные так ты можешь посмотреть у старых следов он определенно шелик я должна быть часто туда ходил с великаном я вряд ли готов сейчас сражаться персонам жопу надерет просто в моментально у разделились следы это уже интересно полон ты там давай не отставай если что хотя от его стрел тоже знаешь особо так то помощи не сказать что много я понимаю слеп на него хотя бы хотя бы отвлекались враги но они же даже на него не отвлекаются он что есть что его нету так мы сюда он пошел и что хоть бы в дом спрятался а здесь опять я не с великаном не слушай мимо прошел это как так он мастер маскировки что ли ну давай попробуем сюда великан спустился с гор ворвался в деревню а потом выломал ворота из погоди 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 здесь кто то есть это как как это рыбе шлюхи давай помогай так еще одна сирена идешь сюда так ты не ты да это ты кстати я думал ты погиб что случилось случилось то что надо было меня слушать когда я говорил не брать с собой эгнора но ты никогда не слушаешь советов что он сделал украл урок харнвала и бросил дружину я пошел за ним один надо было меня разбудить вот и подожди я еще не поблагодарил тебя геральт из ривии я всегда буду помнить что ты пришел ко мне на выручку откуда ты про меня знаешь ты знаешь меня скальды поют а тебе песни ну и отец мне рассказывал о твоих приключениях когда я был маленький он говорил не надо быть ведьмаком чтобы стать героем для парня со скеллиги есть свои эликсиры соленый ветер и холодная вода значит то песня ведьмаки и чародейки а тебе геральт я тут легенда ну он точнее где остатки твоей дружины по дороге сюда мы пробивались через быстрее не остатки останки после боя на озере осталось только горстка людей а сейчас вообще всего трое лейфу здорово досталось надо бы его перевязать он умер да обидно конечно он поклялся на костях своих предков что погрузит этот меч в сердце великана ну пропиздился что я могу сказать всяко бывают не все от нас зависит и идешь со мной глупый вопрос геральт присоединяйся к нам ну как бы пацаны у вас выбора нет если я не присоединяюсь то вы сдохните на хрен и 1 2 так то есть я еще иди отслеживай так я правильно это понимаю скелета буду дочист на при нем что то есть таинственная карта есть да это понятно это кто его последний о призрак здравствуйте да за что слабенький какой-то призрак здесь так ладно за сокровищами до предлагаешь мне сходить но я абсолютно не против в принципе сокровища это то что меня интересует в первую очередь и идти нам туда 150 метров блин мы за сегодня не успеем мне кажется это будет очень долго давай мы тогда сокровища перенесем на следующую серию буду туда хотя бы дойдем поближе чуть-чуть гвозди нашел зачем но зато тоже моя так нам все вы куда подождите пацаны надо за 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 сокровищами сходить великан подождет никуда он не денется у там сейчас битвы баталии будут прям серьезно тебе говорю заявляю я хочу убедиться что этот чокнутый не полезет на великана в одиночку это сейчас про кого про меня как бы в смысле в одиночку геральду ты сегодня стрелять то будешь нет пока зарядит полгода пройдет где-то там я не люблю их сбивать и убивать как-то они на самом деле легкие там два три удара и все ок сокровища здесь это пещера или или нет стоять это что до гнездо похоже ой погодите а как тебя можно эта школа медведь эта школа медведя погодите здрасте мне говорили что у нас келиги есть школа медведя это видимо здесь она и есть зам это серьезно это и есть сокровище да вы гоните да не здесь должны быть смысле погоди школа кота школа волка школа волка школа грифона не понял херня какая-то ремесло доспех а ну вот отличный доспех школы медведя есть это видимо вот мы его и нашли да они там не было ничего про школу медведя но знак кстати перестал светиться то есть мы нашли забрали чертеж но я его не заметил честно тебе скажу я его как-то каким-то образом просмотрел ну ладно на великана мы тогда пойдем следующей серии про идею со стримом не забывай пиши о ней в комментариях если интересно дальнейшее прохождение обязательно подписывайся ставь лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и до новых игр